Да, рады победы, хорошая игра, в общем-то, к сожалению, сейчас я говорил и для телевидения, в общем-то, то же самое сейчас повторюсь, что отпустили немножко хватку после 2-0 и сбавили темп, сбавили обороты, в общем-то, планировали и говорили об этом, что должны с 30-го по 45-го, наоборот, еще добавлять и добавлять интенсивности и в движении, и в движении мяча, и в целом добавлять интенсивности. Ну и, к сожалению, все-таки получили этот необязательный лоб, да, но, тем не менее, все равно соперник забил, реализовал свой момент, вот, ну и рад, рад, что второй тайм более успешно провели и не пропустили, мяч встану бы тоже попал и где-то ребята выручили, вот, и одновременно сработала команда, вот, и одновременно забили, этому безумно рад. Спасибо вам, спасибо. Ну, сегодня день города, день праздника, вот, и, можно считать, образно говоря, ваше лептовое веселое настроение. Да, не только болельщиков, но и всех комиссий. Да, всех поздравляю с праздником. Ну, все-таки, так, стрибуны были такие отрезки, где-то немножко, ну, и ветерпчане простили, скажем, мяча, и Гомель, может, еще даже крупнее вы. Так ведь, это абсолютно закономерно, мог и Витеб забить, могли, и мы больше забить, и на то есть футбол, что где-то ты не забиваешь, где-то тебе не забивают, а ты забиваешь, вот, а где-то получится, может быть, а наоборот, в общем-то, ну, футбол, если футбол, соперник, в общем-то, можно сказать, угловой опасный момент был, и потом гол, и все, и до этого в первом тайме, как таковых моментах, на головно теменение, они забили. Вот, на то, наверное, футбол и красен, и красив, и любит, и он в спортном радие, потому что есть такие моменты. Самое главное, что Витебская, ну, как бы, после гола немножко вернулась, я вернул, но Гомель не позволил. Да, Витеб замечательная команда, с хорошими футболистами, с китов, и, в общем-то, весь коллектив. Спасибо. С каждой игрой Гомель играет все острее, 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 и все, если честно, приятнее смотреть на игру, и, собственно, вопрос. Открылось второе дыхание, или все-таки команда почувствовала скронтакт? Запах крови, и хочется занять, как минимум, ну, тройку, ну, войти в тройку. Ну, знаете, мы, запах крови, это мы, значит, говорим о каких-то эфемерных вещах. Это мы говорим о том, то, что настроит, там, еще чего-то, мотивация, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я тут, в первую очередь, сказал вам про то, что идет вторая половина года, и идет процесс, есть процесс, и тот, кто новые ребята, с кем мы раньше не встречались, и они не были с прошлого года, то, конечно, люди это сейчас добавляют, они больше начинают понимать то, что мы хотим, нашу структуру, и, соответственно, когда они понимают, мы можем больше развивать, мы можем дальше идти, мы можем брать новые материалы, и на данный момент это происходит. Происходит то, что к нам пришел Бородин, и мы сейчас ждем, когда Дим адаптируется в полной мере, и он поступательно двигается, то же самое, Мышенко, и функционально он должен, и он набирает функционально, и он адаптируется, то же самое, к структуре и к игре, и к интенсивности занятий, и самой игры, и мы поступательно двигаемся, 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 и это, конечно, тренинг, и это заслуга футболистов, что они реализовывают, что они дают нам возможность, тренерам, давать новые задержители, новые импульсы, которые они дальше реализовывают непосредственно на игре. Ну, большое им спасибо, я безумно этому рад и счастлив. Зачем вас? Нет, спасибо большое.